Лучше эффективных ударов ВСУ по российским арсеналам, только эффективные удары ВСУ по российским арсеналам с щепоточкой Z-нытья. Ну как с щепоточкой, я бы сказал с горой, как знаете в этом меме, добавлю чуть-чуть бам и высыпалось все. Z-каналы воют с самого утра и говорят о том, что поражение России чуть ли не неизбежно с таким отношением российских командующих. Настоящая Z-истерика, с которой мы с вами сегодня и ознакомимся, как отличный десерт к тому, что мы видели сегодня днем, когда полыхал российский арсенал. Гигантский российский арсенал, новейший, открытый совсем недавно, в 2018 году. Вы на канале Майкла Наки, если нет, то переходите, поддерживайте лайками, комментариями и подписками на канал. Все эти действия помогают распространять информацию, помогают этому ролику, что называется, разнестись. А также поддерживайте канал финансово на Патреоне, ссылка в описании и покупая NVPN. Быстрый VPN, который позволит вам обойти любые блокировки, YouTube с ним просто летает. Ну а если вы никогда не слышали про то, что такое VPN и боитесь того, что не знаете, как его установить, вам всегда помогут службы поддержки, которая у нас как раз очень отзывчивая. В любом случае, ваша финансовая поддержка защищает вас от сценария, где меня купят олигархи 90-х. Хотя такого сценария, честно говоря, и нет, кому когда продамся. А мы с вами переходим к тому же, что же произошло и как на это отреагировали ЗЭТ. Вкратце напомню, что вообще было, если вдруг вы пропустили сегодняшнюю сводку. Беспилотниками поражен 107-й арсенал главного ракетно-артиллерийского управления, ГРАУ. И возможно, это самый большой удар по российскому складу с боеприпасами за все время войны. На видео видны 4 эпицентра взрыва. Пожар охватил всю территорию арсенала. Всего на складах могло размещаться до 30 тысяч тонн различных боеприпасов, агрегирует информацию об Итиле. На 107-м арсенале ГРАУ хранилось 122-мм реактивные боеприпасы для ГРАДа и 82-мм минометные мины, пишет Татаригами. На арсенале могли храниться ракеты для С-300 и С-400, ракеты для Искандеров. После их производства также создавался запас северокорейских КН-23, говорит глава ЦПД СНБО Андрей Коваленко. Снаряды со 107-го арсенала ГРАУ напрямую поставлялись по железной дороге в Курск и Белгород, пишет Око Гора. И, судя по всему, группировка войск Север должна ощутить последствия. И жизнь российской группировки в Курской области будет осложнена. Жителей, собственно, города Терапец эвакуируют. Жители деревни Цокарева оказались зажаты между складом и озером. Людей можно эвакуировать только лодками. Лодок не хватает. Взрыв был такой силы, что были выбиты окна в деревне Талеса в 4 километрах от арсенала. Почти в 4 часа утра было зарегистрировано землетрясение в Терапце магнитудой 2,8. После этого было еще 7 толчков. Ну и самое смешное в этом всем, что арсенал этот открыт совсем недавно. И в 2018 году замминистра обороны Дмитрий Булгаков торжественно его открыл. И сказал, что это передовой комплекс с бетонными хранилищами, которые позволят надежно складировать ракеты и боеприпасы. А также там есть сауна и кафе на территории. Булгаков уже 2 месяца сидит в бутырке. Взрыв в Тверском Терапце после атаки отобразился даже на спутниковых метеокартах. Заметили осинтеры. Настолько он был мощный. Ну а местные власти снова цитируют великое видео с Гариком Харламом. Все хорошо. Все в абсолютной безопасности. Никакой паники нет. 6 миллионов единиц техники. 20 миллионов волонтеров. 300 миллионов сотрудников Росгвардии. 650 миллиардов дронов. Все потушили. Никакой опасности нет. Опасность уничтожена. Безопасность восторжествовала. Конец связи. Ну вот это вообще нормально было. Мне даже понравилось. Даже в ушах зазвенело. Но этот случай не просто самый серьезный удар по российским запасам. Этот случай, который выбесил зад канала, который давно по шапке не получали. И они начали писать, как на самом деле относятся к происходящему. Начнем, конечно, с Анастасии Кашеваровой. Потому что я думал уже и не делать второе видео на сегодня. Так как ничего не успевал, честно говоря, ко времени. Но именно ее пост вернул меня к работе над этим роликом. Именно из-за нее в этот ролик. Видите, хоть и гораздо позже, чем обычно. Я выпускаю. Кашеварова пишет. В Тарапце сегодня ночью противник подорвал крупнейший арсенал ракет в СРФ. Сколько можно врать и ошибаться, пишет она. Сколько раз мы слышали, что хватит паниковать. Хватит что-то писать. Хватит гнать на Минобороны и Генштаб. Война идет. Так действительно. Те, кто сидит со спокойными лицами и смотрит на взрывы, похожие на грипп. Вы хоть там паникуйте маленько. Война идет. А у нас... Зап... Невозможно уже никак это все расценивать, как сдача страны внутренним врагом. Вчера, сообщая ДНР, опять построение было и прилет туда. Погибли наши военнослужащие. Еще в 2018 году Булгаков озвучивал, что в Тарапце только хозблок на 200 военнослужащих предусмотрен. Сколько же там погибло наших, и судя по взрывам и кадрам, от тел ничего не осталось, добавляет интересная деталь Кашеварова, о которой никто, по большому счету, пока не задумался. Врут и ошибаются. Врут и ошибаются, пишет она. Сколько можно, мужики? У вас совсем мозг и совесть атрофировались. Причем вранье от властей пошло сразу же. Пытались, замыли тему, утаить подрыв крупнейшего арсенала снарядов. Первое. Арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов, отвечающий самым высоким мировым стандартам, в кавычках, уничтожен обломком БПЛА. Именно так сообщили власти в СМИ. Второе. Руденя заявил, что пожар под контролем. Пожар под контролем? Как можно контролировать детонацию ракет? И тот ад на земле – это пожар? Арсенал запустили в 2018 году. На него было потрачено несколько миллиардов рублей. Он, по рассказам замминистра Булгакова, сейчас уже экса сидит в СИЗО, просто мировая уникальность, так как арсенал позволяет укрыть запасы ракеты и боеприпасов от внешнего воздействия и обеспечить их сохранность и взрыва, пожара, безопасность. Полная загрузка каждого хранилища арсенала составляет до 240 тонн. А правда такова. Скорее всего, построили арсенал из палок, выделенные средства распилены, сметы подогнаны. Своим пиаром засветили местонахождение арсенала в СМИ. Точное местонахождение арсенала было зафиксировано на Яндекс.Картах. Никакого усиления безопасности или перевозки снарядов из-за близости к границе по факту не было. Шел третий год СВО, а идиотизм стабилен. Построения на виду у врага продолжаются. Езда колоннами без дистанции продолжается. Хранение всех снарядов в одном месте на виду у врага, что на ЛБС, что в тылу продолжается. Четвертое. Съемки, публикации, фото и видео, подтверждения для украинцев. Их попадания продолжаются. Пятое. Вертолеты и самолеты прячут в ангар из фольги или вообще не прячут. Шестое. Дисциплины нет. Единоначалия нет. Все, что происходило последние года, имеется ввиду годы в Министерстве обороны, растущий мыльный пузырь. И вот он лопнул, взрыв от него ядерный гриб. И тут хочется сказать, ну давай, Анастасия, ну пора. Ну скажи ты уже, невозможно эту власть терпеть. Они просто все. Они даже если захотят в туалет сходить и то, что называется просрут. Давай скажи это, скажи это, что вина лично Путина. Что он построил такую систему, что это бессмысленная война, которая унесла множество жизней, ни к чему не ведет и никогда не закончится. Если Украина окончательно не победит Россию. Давай, Анастасия, пора. Но нет. Анастасия в шаге от верной мысли замирает и пишет следующее. Белоусову, говорит она, конечно такое наследие досталось, ему заново все отстраивать. Там уже механизм системы полностью нерабочий, пишет Анастасия Кашеварова, жалея бедного несчастного Белоусова. В какой-то степени это даже мило, но я не знаю сколько еще она будет обманывать себя. Впрочем, может быть она добавляет эти абзацы в конце всегда, чтобы оставался хотя бы малюсенький шанс, что ее не посадят. Хотя, честно говоря, ждем не дождемся. Перед тем, как мы перейдем с вами к следующим нитикам, хочу напомнить про один из сборов. Сбор для экипажа FPV, мы с вами почти его собрали, там три четверти собрано, 300 тысяч из 400. Давайте его, пожалуйста, сегодня доберем. Ссылка будет в описании, QR-код здесь, PayPal тоже будет в описании, если Monobank не будет принимать вашу карту. И вот, напомню, небольшое обращение от ребят. Мы экипаж FPV 151-го окремого разведбатальона. Просим подписчиков в Майклан-Наке допомогти нам забрати кошты на поза-шлифовик. Для подальшой успешной работы на проект. Спасибо. Ну, а мы с вами возвращаемся к тем, кому донатить не то, что не надо, а просто вредно. Ну, начнем с Романа Алехина, который себе с донатов машины покупает. По поражению инновационного склада ракеты БК в Тарапце, Тверской области, о котором Минобороны открыто докладывали, как защищенным от внешнего воздействия еще в 2018 году сложно что-то сказать без мата, пишет он. И это даже не про коррупцию и разворовывание всего и вся в ведомстве. Это про управление. Мне очень сложно понять и принять, что до сих пор остались в зоне поражения крупные склады ракеты боекомплекта. Это же как с построениями в зоне боевых действий или движения колоннами в зоне поражения химореев, ПВ и артиллерии. Почему за два с половиной года не стало понятно, что в этой войне нельзя собираться большими группами, сосредотачивать в одном месте технику и боеприпасы, а надо все дробить и обеспечивать через умные логистические цепочки, где внедряемые бережливые технологии? Если же еще и в Тверскую область долетел БПЛА до военного склада, то есть и второй вопрос. Мы уже долгое время говорим и показываем, как противник эффективно работает пулеметами с пикапов по нашим гераниям. Почему такими группами не охраняются хотя бы военные объекты в зоне поражения БПЛА? Самое печальное, что МО не учится во время войны, не учится над ошибками, а допускает не только много новых, но и старых или из них вытекающих. Так войну не выиграть, пишет Роман Алехин. Так и не надо вам войну выигрывать, добавлю я от себя. Уходите, чуть не сказал матом, обратно в Россию, забирайте войска, забирайте все, что вы туда напривозили, что называется, своих оголделых садистов. И может быть, может быть, может быть, еще будет возможность у вас прожить не факт, что долгую, но может быть не супер несчастную жизнь. Росгвардеец. Противник опубликовал кадры из города Торопец, Тверской области, где горит очередной большой склад боекомплекта. На месте падения обломков беспилотника идет тушение пожара. В регионе продолжает работать ПВО. Ну х** с ним с обломками, про которые постоянно заявляют официальные лица после ударов. Но что мешает закопать склады, так и остается непонятным. Наверное, мигрантов не хватает, чтобы начать строительство. Или в чем проблема, спрашивает Росгвардеец. Роман Забаньков пишет. Вы, наверное, слышали, как ПВО все сбило в Торопце, но обломки упали на инновационный склад хранения боеприпасов. И теперь в том районе наблюдается тепловая аномалия со временной эвакуацией местных жителей. А хотите прикол? В Яндексе ищется, в открытом доступе лежит фото по запросу Тополь-М. И вот вопрос возник. А если туда беспилотник долетит, его собьют и обломки упадут? Инновационные металлические гаражи спасут? Спрашивает Забаньков. Тринадцатый продолжает эту тему. По Тверью, город Торопец, украинцы уничтожили новейший арсенал, где хранились боеприпасы и ракеты. Этот арсенал торжественно открывали и показывали по телеку, как новейший, не имеющий аналогов и мирового уровня. А тот, кто на видео торжественно перерезает ленту, сейчас находится в СИЗО. О Яндекс.Картах, отечественный ресурс, найти эти незаблюренные ангары не составит проблем. Мы воюем, чую я, с такими начальниками и командирами. Андрей Медведев пишет, если вы думаете, что ВСУ нужна была помощь НАТО для удара по Торопцу, то на самом деле это не совсем так. Спецы из НАТО помогают наводить дроны, а склады они вон на Яндекс.Картах. Даже ящики можно разглядеть. Во всей красе можно было. Триплекс пишет, можно увлекательно изучить складирование боеприпасов на Торопце под открытым небом посредством Яндекс.Карт. Да вся территория Торопца была территорией безмятежно лежащих снарядов под открытым небом. Хранилище для слабаков вестимо. А за халатность военное время когда уже начнут расстреливать за измену Родине? Вопрос риторический. Почти. На случай, если вы думаете, что складирование в стиле Торопца это единичный случай, Триплекс приводит еще целый ряд примеров. Живов Зет. Товарищ сбрасывает мне в личку спутниковые фотосклада в Торопце. С высокой детализацией. Многое лежало под открытым небом и легко различалось. В одном месте ракеты, в другом снаряды и так далее. Я бы спрашиваю, откуда ты все эти фотки в таком качестве берешь? Знаете откуда? Яндекс и Гугл-карты. У меня цензурные слова закончились по этому вопросу. Я просто не понимаю, что происходит. Яндекс, карты, блин, пишет Живов. Синяя Зет-борода добавляет. Все это безобразно и, к сожалению, очень естественно для происходящего. Нечего пинать мудил на патриках, что они не в курсе, что война идет. Об этом не в курсе, кажется, даже в профильных министерствах. Добавляет Синяя Зет-борода. Хартблок пишет. И тут, конечно, у меня волосы зашевелились во всех местах на теле. Особенно на... Это от того, что целый замминистра обороны рассказывал журналистам о строительстве склада РАФ. Что даже факт строительства относится к сведениям, составляющим государственную тайну. Цитирую. О дислокации, назначении, степени готовности, защищенности режимных и особо важных объектов. Об их проектировании, строительстве и эксплуатации. А также об отводе земель, недр и акватории для этих объектов. И никого это тогда не смутило. Ни ДВКР, ни само МО, ни журналистов. А вот солдату гаджеты нельзя. А заместителю министра можно все. А теперь он под следствием за коррупцию. А госизмена почему не вменяется? Это раньше государственные тайны шпионы отправляли шифровками. А теперь такие сложности ни к чему. Выходишь к журналистам и рассказываешь, где у нас что. С гордостью. Пойду волосы на... Брею. Чувствую их шевеление не скоро прекратится. Юрий Баранчик пишет. О связи Курятина и Ракет. Торопцы и замминистра Булгакова. Как говорится, доброе утро, страна. Многие уже обратили внимание на примечательное видео, нынешний арестант и бывший замминистра обороны Булгаков рассказывает о том, что ныне горящий склад боеприпасов в Торопце способен выдержать что угодно. Но, как оказалось, мы же не имеем причин не доверять официальным сообщениям. Зарвать этот склад могут обломки БПЛА. Как это выглядит с орбиты, можно посмотреть на любом сервисе, дающем спутниковую карту пожаров, замеченных на земной поверхности. Стоит вспомнить, что Булгакова будут судить за то, что помогал АО «Грязинский пищевой комбинат» выигрывать тендеры и поставлять в части некачественные продукты по завышенной стоимости. Это, конечно, очень и очень плохо, но уязвимый склад с оружием, необходимым для сохранения нашего превосходства перед врагом, как минимум должен заинтересовать следователя не меньше, чем волшебное превращение говядины в курятину, которое вменяет генералу и кавалеру многочисленных орденов. Кстати, этот взлетевший на воздух вклад кто-то строил, наверное, военстрой другого сидельца, Тимура Иванова. С чем с чем, а с уголовными делами в отношении многочисленных людей с лампасами у нас сейчас проблем нет. И это, повторюсь, правильно, но логика и военная целесообразность, кажется, диктуют расширительную трактовку обвинения. Потому что уже набрана достаточно эффектологическая база. Если человек пускал налево говядину, то, скорее всего, такой же получалось и с материалами на постройку стратегических объектов, и с его проектированием, и с установками систем безопасности. Но неплохо бы, не дожидаясь новых обломков БПЛА, провести аудит взрывоопасных объектов, куда те могут долететь. Хотя о чем это я? Третий год войны, а укрытия для самолетов делаются за средства спонсоров редких и из того, что есть, отмечает он. В общем, картина, как вы видите, безрадостная. Честно говоря, у меня там 30 страниц этого надья, но я не думаю, что имеет смысл вас всем этим настолько утомлять. Картина при этом благостная, мне очень нравится. Я надеюсь, что в России очень много таких складов. Тут, конечно, важный отдельный вопрос, а чем именно был взорван склад? Может быть, дроном, о которой чуть-чуть ракета, произносить которой я не буду, как у нас с вами полагается, так как вы опять начнете мне в силичку заваливать, как правильно произносить и так далее. В общем, для того, видимо, и была задумка, чтобы даже российские военные не могли предупреждать друг друга. Возможно, они пытались и говорили, ребята, ребята, летит к нам этот дрон, ну как его это? Польница, больница, пленица, плуница, земляника и так далее. Но никто его не понял. Никто не понял, о чем речь. И склад взлетел на воздух. В целом, собственно, отношения Z-ников вы видите, как видите и результат. Я уверен, в ближайшее время мы еще получим кадры со спутника, которые покажут нам масштаб разрушений на этом замечательном объекте. Ну а я с вами прощаюсь до завтра. С вами был Майкл Наки. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok